Самарский драм-театр В их задействованы одни и те же актеры. Для перевоплощения у героев есть считанные минуты. Пушкинский текст, он помогает, поскольку он везде присутствует, он все-таки помогает войти из одной истории. У нас есть проводник некий, это Белкин, да, чьи повести. Вот у нас есть такой персонаж Белкин. И он всех героев постепенно вводит сначала в первую историю, потом в вторую. Они все три очень разные. Режиссеры разные. В первом отрывке я работаю в определенной форме, а в последнем совсем в другой. Эта экспериментальная постановка – результат долгой и кропотливой работы режиссеров. Весь текст, по сути, произносит только рассказчик, сам Белкин. Другие персонажи используют мимику и жесты, лишь иногда разбавляя их короткими репликами. Премьера состоялась в мае прошлого года и прошла с успехом. Зритель с удовольствием идет на такого разного Пушкина. Мы привезли в Самару необычного Пушкина, потому что это подход к Пушкину с точки зрения легкой, с улыбкой. В Самаре зритель принимает спектакль очень тепло, очень по-доброму, очень щедрый на эмоции, очень такой благодарный зритель. Здесь очень приятно находиться и очень приятно выступать перед таким зрителем. Самарскую публику радовали и сызранские артисты. Они привезли спектакль по пьесе Джона Патрика «Дорогая помела» в театр «Самарская площадь». Напомним, фестиваль «Волга театральная» будет радовать самарскую публику до 30 сентября. Мария Левина, Максим Гусев, События.